Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 19 главы 4 книги царств. Как вы, наверное, помните, в минуту опасности царь Езикия решил обратиться за помощью к Богу. Услышав угрозы Рапсака, командующего ассирийской армией, царь Езикия разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень. И послал своих слуг к пророку Исаии. Интересно, вы заметили, что этот эпизод перекликается с нашим временем, с сегодняшним днем? Мы все уверены, что наш народ христианский и очень образованный, а евреи были не цивилизованными и вообще были почти язычниками. Но скажите честно, сегодня, в нашем сложном положении, вы когда-нибудь слышали, чтобы хоть какой-нибудь политик, общественный деятель, военачальник обращался к Богу с просьбой о помощи? Нет. Такого нынче не случается. Вместо этого народ слушает мнения экспертов и представителей интеллигенции, полагая, что только они могут сказать, что нам делать. Сколько я себя помню, а это уже очень большой период времени, мы всегда слушали их. Но в результате мы все глубже погружаемся во тьму. Наши проблемы и беды только усугубляются, и мы уже задыхаемся в них. И никто, нигде, даже в церкви, не обращается к Богу за помощью для разрешения нависших над нами проблем. А ведь в этот мрачный, может быть, последний час истории единственный шанс на спасение – это обратиться к Богу. Мы – молодой народ, но в то же время мы уже успели состариться, и дни наши сочтены. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, люди говорят, давайте объединимся и попробуем новый подход, изобретем новый метод. Посмотрим на проблемы и трудности с новой точки зрения. Давайте спросим авторитетных специалистов по психологии, медицине, образованию, членов правительства, они покажут нам, куда идти, где спасение. Друзья мои, все эти эксперты только заведут нас еще дальше во тьму. Мы сейчас уже находимся в безвыходном положении. Нам нужен Бог. Ни одному народу так не нужен был Бог, как Он сейчас нужен нам. Слава Богу, что у языки хватило разума и здравого смысла, чтобы обратиться к Богу в трудный час. Он велит своим слугам отправляться к Исаии, Божьему пророку. Прочитаем стихи 3 и 4 из 19 главы. И они сказали ему, так говорит языкия, день скорби и наказания и посрамления, день сей, ибо дошли младенцы до отверстия утробы матерней. А силы нет родить. Может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рапсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых. Обратите внимание, языкия говорит, может быть, услышит Господь Бог твой все слова Рапсака. Он не говорит «наш Бог», он говорит «твой Бог». Бедный языкия. Он, видимо, не очень хорошо знает Бога, однако у него хватает здравого смысла обратиться к Господу в такое трудное время. Да, кстати, ему и некуда больше обращаться. И пришли слуги царя языки к Исаии, и сказал им Исаия, так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили меня слуги царя Ассирийского. Вот я пошлю в него дух. И он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его. Это пророчество сбылось буквально. Обратите внимание, как ободряет Исаия царя. Он говорит «не бойся этого человека». Он не придет в ваш город. Этот человек хвастается, пугает вас и богохульствует, но Бог услышал его и накажет его. Тебе просто ни о чем беспокоиться. Если бы мы тоже позволяли, чтобы Бог сам наказывал наших врагов. Беда в том, что мы стремимся наказывать их самостоятельно. А поступая так, мы уходим от веры и доверия Богу, и Он более не может о нас заботиться, демонстрировать свою силу. Господь ведь гораздо лучше расправляется с врагами, чем мы. И Он очень наглядно показал свою мощь в данном случае. Теперь давайте прочитаем о письме с угрозами. Начнем с 8 и 9 стихов. И возвратился Рапсак и нашел царя Ассирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лохиса. И услышал он о Тергаке, царе Ефиопском, ему сказали «Вот, он вышел сразиться с тобою». И снова послал он послов к языке и сказать «Рапсак возвратился домой и увидел, что его хозяин воюет с Ливной». Как раз в это время царь Ефиопский вышел, чтобы сразиться с Ассирией, поэтому царь Ассирийский не смог немедленно напасть на Иерусалим. Он лишь посылает языки и письмо с угрозой. Прочитаем стихи с 10 по 13. «Так скажите языки, царю иудейскому, пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского. Ведь ты слышал, что сделали цари Ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие, и ты ли уцелеешь? Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их? Спасли ли Гозан? И Харан, и Рецеф, и сынов Едена, что в Фолосаре? Где царь Ямафа, и царь Арпада, и царь города Сипарваима, Ены и Ивы? Очень тревожное послание. Царь Ассирийский сметает все на своем пути. Как же может спастись языкия? Прочитаем 14 стих. «И взял языкия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его языкия пред лицом Господнем. Друзья мои, мы точно так же, как языкия, должны открывать все свои беды, все полученные нами тревожные послания Господу. За все время, в течение которого на радио выходит эта христианская программа, я получил много чудесных писем, однако были и совсем другие, прямо противоположные письма. Но я уже давно научился передавать такие письма Господу, чтобы он сам решал все проблемы, которые скрываются в таких письмах. Ведь он — специалист в этих вопросах. И языкия поступил очень мудро, когда развернул полученное письмо перед Господом. Давайте теперь прочитаем о молитве языкии. Начнем с 15 и 16 стихов. И молился языкия пред лицом Господнем и говорил, Господи Божий Израилев, сидящий на Херувимах. Ты один Бог всех царств земли, ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо твое и услышь, открой, Господи, очи твои и воззри, и услышь слова Синахерима, который послал поносить Бога живого. Обратите внимание на то, как языкия обращается к Богу. Так молился и Мартин Лютер. Как хорошо умели они привлечь внимание Бога. Лютер взывал к Богу, Господи, слышишь ли ты меня? Господи, услышь меня. Господи, открой свои уши для моей молитвы. Вам когда-нибудь казалось? Что Бог не слушает вас? Так показалось и языкии. Прочитаем 17 и 18 стихи «Правда, о Господи, цари ассирийские разорили народы и земли их, и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их». То, что говорит Рапсак, верно. Сейчас он совсем не хвастает, когда утверждает, что Ассирия смела все со своего пути и побросала в огонь богов всех народов, которые покорила. Прочитаем 19 стих «И ныне, Господи Божий наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что ты, Господи, Бог один». Давайте теперь прочитаем, что же ответил Бог через пророка Исаию. Вот 20 стих «И послал Исаия, сын Амосов, к языке сказать, так говорит Господь Бог Израилев, то, о чем ты молился мне против Синахерима, царя ассирийского, я услышал». Бог отвечает языки, «Я слышал, как ты молился мне». Прочитаем 21 и 22 стихи «Вот слово, которое изрек Господь о нем, презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головой дочь Иерусалима. Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза свои? На святого Израилева Бог намеревается уничтожить ассирийское войско». Прочитаем 23 и 24 стихи «Чрез послов твоих ты порицал, господа, и сказал, со множеством колесниц моих я взошел на высоту гор. «На ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы его, и пришел на самое крайнее пристанище его, в рощу сада его, и откапывал я и пил воду чужую, и осушу ступнями ног моих все реки египетские». Бог повторяет хвастливые речи ассирийского царя, полагавшего, что его не останавливают ни горы, ни пустыни, он попросту роет в пустынях колодцы. Его не останавливают реки, он всегда найдет способ, как осушить их. И вот Бог обращается к гордому ассирийскому царю. Он говорит, что расцвет и закат народов – дело руки Божией. Как написал пророк Исаия в 5 стихе 10 главы своей книги, Бог называет Ассирию «жезл гнева моего» и «бич в руке его» – мое негодование. Давайте теперь прочитаем 25 и 26 стихи. «Разве ты не слышал, что я издавна сделал это, в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь укрепленные города, превращая в груды развалин?» И жители их сделались маломощны, трепещут и остаются в стыде. Они стали, как трава на поле и нежная зелень, как порост на кровлях и опаленный хлеб, прежде нежели выколосился. Другими словами, народы, ставшие жертвами Ассирии, не смогли ей сопротивляться, потому что именно Бог вложил страх и ужас в их сердце. Прочитаем 27 и 28 стихи. «Сядешь ли ты, выйдешь ли, выйдешь ли, я все знаю, знаю и дерзость твою против меня. За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и у дела мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогою, которую пришел ты. Бог говорит, ты пришел в мою землю, и теперь я вложу кольцо в твой нос, выведу тебя из своей земли и отправлю тебя домой». Прочитаем 29 стих. «И вот тебе, языкия, знамение, ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, и в другой год, самородное, а на третий год сайте и жните, и садите виноградные сады и ешьте плоды их». Теперь Господь обращается уже к языки. Очевидно, что присутствие ассирийского войска не позволяло крестьянам обрабатывать землю вокруг Иерусалима. И Бог обещает, что земля сама уродит достаточно для их пропитания, а на третий год они уже сами смогут сеять и жать в мире. Синахирим и его войско не смогут более уничтожать их посевы, потому что они уйдут отсюда. Прочитаем стихи с 30 по 32 «И уцелевшие в доме иудинам, оставшиеся пустят опять корень внизу и принесет плод вверху, ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасенная от горы Сиона». «Ревность господа Саваофа сделает сие». Посему так говорит Господь о царе ассирийском, не войдет он в сей город, и не бросит туда стрелы, и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала. Исаия делает очень дерзкое заявление, но это слова самого господа. «Я уверен, что жители Иерусалима задумались над тем, о настоящей ли Исаия пророк. Когда Исаия сказал, что девственница зачнет и родит сына, люди подумали, какое великое пророчество. Когда же это произойдет? Она станет этот момент лишь через 700 лет, и никто из них не увидит этого. Но сейчас Исаия пророчит о том, что конкретно должно произойти в данном месте, и все люди увидят, как пророчество Исаии сбудется буквально через несколько дней. Вот перед воротами Иерусалима стоит огромное ассирийское войско, которое сметает все со своего пути. В то время все народы мира страшились этого войска. Задумайтесь об этом на минуту. Вокруг стен Иерусалима собрались 185 тысяч вооруженных ассирийцев. Среди них наверняка найдется какой-нибудь озорной солдат, всегда с радостью готовый запустить стрелу-другую через стены осажденного города. Если такое случится, друзья мои, то это будет означать, что Исаия – неистинный пророк Бога. Ибо Бог сказал, что ни одна стрела не упадет на этот город, и сказал он это через пророка Исаию. И только через абсолютное исполнение этого пророчества современники Исаии могли убедиться, что он – истинный пророк Бога. Бог говорит «Я спасу ваш город». На это есть две причины. Прочитаем 34 стих. «Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего». Итак, Господь сделает это ради себя, ведь Бог многое делает ради себя. И Господь сделает это ради Давида. Как видим, Бог любит Давида. Он многое делает ради Давида. А в роду Давида будет потомок, сын, несравненно более великий, чем сам Давид. Сын, рожденный от Девы, Господь Иисус Христос. И Он спасет грешников, которые уверуют в Него, во имя Его. Когда верующий молится Отцу во имя Иисуса, то Отец Небесный отвечает на молитву, и поступает Он так ради Христа. Прочитаем 35 стих. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил...»